Для детей старше 12 лет Радиокомпания «Голос России» представляет Нетипичный формат Авторская программа Михаила Казиника Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Казиник Это моя программа «Нетипичный формат» И действительно, когда вокруг сейчас говорят о кризисе, о деньгах О том, кто виноват, кто не виноват Ищет виновных в разных странах по всему миру Мы говорим о том, что неприходящее, о том, что вечно Вот сегодняшнюю программу я хочу посвятить Одному из величайших певцов, когда-либо жили на нашей планете Вот как интересно, если я спрошу, как вы думаете Кто это может быть, о ком я говорю, один из величайших Сейчас пойдут имена Каруза, Мария Каллас, Тита Гобби И так далее, и так далее, и так далее А я назову сейчас имя человека, музыка В исполнении которого звучит сейчас не очень часто Он прожил на Земле 63 года Умер за несколько дней до 64 Он, на мой взгляд, не только один из величайших певцов Когда-либо живших на нашей планете Но еще и великий артист Каждый образ, который он создал, будь то опера или камерное пение Бессмертен Он свою жизнь прожил в Украине Именно там вызревали много голосов, как и в Италии Именно Украина и сегодня должна была бы Очень серьезно поставить на культуру, на певческую культуру Это должна была быть страна полоумничества со всего мира, как Италия Потому что язык и какое-то устройство связок, традиции, и тепло, и эмоция Все говорит о том, что Украина это певческая страна Так вот именно там, в 1903 году, родился певец Звали его Борис Гмыря Борис Романович Гмыря и каждое исполнение им музыки, на мой взгляд, является одним из абсолютных шедевров и вершин И голоса, и артистизма, выбора образа Невероятное умение создать все от лиризма до комизма Я хочу сейчас провести небольшой эксперимент Вы услышите Блоху Мусорского Помните Мефистофель в трагедии Гёте-Фауст по грибке Ауэрбаха Когда он выбрался с Фаустом на свободу и привел его в кабачок Поет эту песню, песню о Блохе Жил-был король когда-то При нем Блоха жила Милее родного брата Она ему была И дальше Удивительная история О дружбе, любви Короля с Блохой Вообще-то этот Мефистофель совершенно уникальный герой Гёте Он издевается над всем и вся Для него нет ничего святого Вот гуляют бюргеры по городу С жёнами, с животиками Такие приличные горожане А Мефистофель знает Они так спокойны, потому что ничего не ожидают Не ожидают сейчас денег А если бросить им деньги, золото Люди гибнут за металлы И бюргеры, забыв про животики, про солидность, про жён Бросаются хватать эти жёлтые кружочки Дьявол издевается над ними Вообще-то его текст Мефистофеля Песни о Блохе Переведен многократно на русский язык Каждый раз это неповторимо И каждый из двух гениев, которые написали По Мефистофелю песню о Блохе Каждый поступил по-своему Удивительно сделал Модест Петрович Мусоргский Он сказал, нет ни музыки, ни звуков Хочу, хочу правды Мусоргский добился такого уровня звучания Такого невероятного контакта Такой сатиры Такого умения изобразить в музыке Характеры, речи персонажей Никто никогда не добивался Вы знаете, Мусоргский делал такие шутки Он садился за рояль в присутствии массы друзей Что-то играл и говорил «Узнаёте, кто это?» И вдруг все хохотали и показывали на того, кого спородил Мусоргский, не сказав ни одного слова Только через музыку И вот теперь представьте себе Гениальную, вневременную песню Мефистофеля О Блохе О дружбе короля с Блохой Поёт Гмыря И я считаю, даже включая Шаляпинское знаменитое исполнение Что это исполнение самое сильное Почему? А вы сами послушайте На мой взгляд, Гмыря кон гениален Мусоргскому Каждое слово, каждая фраза, каждый поворот Последите Перед вами не только великий певец-бас Перед вами один из величайших артистов всех времён Жил-был король когда-то При нём блоха жива Милее родного брата Она ему была Блока Зовёт король портного Послушай ты, чурбан Для друга дорогого Шей бархатный кафтан Блокатный кафтан Блокатный кафтан Блокатный кафтан Блокатный кафтан Король ей санминистра А с ним звезду даёт За нею и другие Пошли все Плохим ход И самой королеве, и фрейлином ею От влог не стало мочи, не стало их житья. И трубать-то бояться не то, чтобы иметь, А мы, кто стал кусаться, хоть сейчас давай душить! Правда, потрясающее исполнение. И музыка, и исполнение. Лучшего я не знаю. Я слышал многих. Есть замечательные, все по-разному. Но то, что делает Гмыре, ни повторить, ни подразить нельзя. Даже когда он говорит «Шей бархатный кафтан». То есть в этом бархатном произношении уже бархат. В конце он, в отличие от Шаляпина, Который устраивает революцию на словах И тронуть-то бояться, не то, чтобы их бить, А мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить! Это такой гетовский призыв к революции, Что мы, в отличие от всех придворных, которые терпят блоху, Мы не потерпим, нам нечего терять. Так вот Гмыря поет это не громко, как Шаляпин сразу, А начинает петь «Тихо» и «Тронуть-то бояться». То есть у него каждая фраза обретает свой смысл. Даже Мусорский не поставил столько нюансов в этой песне, Сколько их у Гмыре.